Самый разгар демонстрации митингов, которые у нас происходили в течение нескольких дней, буквально круглосуточно, в магазинах группировались вот республиканские торгующие организации, в общем, поставили вон водки. Причем... Это необычно? Необычно было? Да, потому что в течение почти около года в городе вообще продажи не было водки. Город до этого был объявлен в зоне трезвости и появление в самый разгар событий водки в магазине. Причем умудрились организовать выносную ее торговую. Но тоже умудрились организовать ваше местное товарищи? Мы вовремя протекли этот факт, народ, в общем-то, воспринял этот шаг как провокационный шаг. Тут же появились лозунги, алкоголь, это провокация, водка была тут же, в общем-то, возвращена обратно. То есть люди что? Отказались. Народ отказался от водки, и практически эта водка не была продана. Сегодня мы с вами разговариваем, сегодня 29 марта. Когда вы думаете, заводчик заработает так, как в городах? Ну, ситуация сложена тем, что разные есть настроения, разные есть отношения к этой проблеме. Не все воспринимают программу социально-экономического развития городов в правильном русле. Часть населения считает, что этим закрывается решение этого вопроса. И решение основного вопроса будет армянским населением Нагорного Карабаха. Вопрос в пересмотре статуса Нагорного Карабаха отводится на второй план или вообще снимается с повестки. И вот это вызывает соответствующую.